Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Нет ничего противоречивого в том, что горожане невооруженным глазом видят вредные вещества в воздухе, а санитары-эпидемиологи не видят и вооруженным. Ветер и дожди принесут долгожданную передышку. Как смог повлиял на здоровье горожан и чем наполнен воздух мегаполиса? Опасности здесь подстерегают повсюду, начиная с ржавой лестницы, стены, прочность которых оставляет желать лучшего. Куча строительного мусора, отсутствующая крыша. Все это как магнит притягивает местную детвору. Жил массив-призрак с видом на море. Почему жители некогда перспективного микрорайона боятся за здоровье своих детей? Сейчас прыжок в тандеме до купольной акробатики. День парашютиста спортсмены отметили на высоте. Сегодня в Новосибирске прошел долгожданный дождь. Синоптики обещают, ветер тоже переменится и немного усилится. Возможно, природа позволит горожанам вздохнуть свободнее. Насадки прибьют к земле в взвесе тяжелых частиц. А воздушные массы унесут дым, который стоит над регионом уже неделю. Сергей Толмачев о влиянии атмосферных явлений на жителей мегаполиса. Вот направление. Вот стрелка идет, идет. И впервые за долгое время показывают не на запад, а на юг. В этой лаборатории точно знают, откуда ветер дует. И забор воздуха делают четыре раза в сутки. Сегодня днем три метра в секунду. По прогнозам усиление. Но чтобы дым развеялся окончательно, нужна скорость в несколько раз больше. И как минимум неделю в одном направлении. Здесь он просто рассеивается. Часть уходит, естественно, по всем сторонам. В том числе и на лесные массивы, а сейчас здесь. А если будут сильные факи, например, будет ламинарное движение воздуха, сильный ветер. Естественно, загород это как бы унесет. Но дело в том, что это уже газ на высоких, на больших высотах. Здесь просто так, это же, как бы сказать, макромасштабный процесс. За неделю в режиме «Черного неба» резкое увеличение пациентов в кардиологических отделениях. И врачи прогнозируют, холодный фронт с ветром тоже не принесет ничего хорошего. Если смена какая-то резкой погоды, да, то есть, допустим, вчера было солнце, сегодня резко, там дождь, ветер, град, там еще что-то. Это значит, жди гипертонических кризов, жди поступления пациентов, которые приедут к нам с гипертоническими кризами, с ухудшением каким-либо. Вот, то есть, действительно, такое есть. Кроме дыма в воздухе пыль. Город живет, машины ездят и смог приносят не только из Красноярского края. Его видно из окон, из иллюминаторов. И анализы показывают, дышим далеко не озоном. Особенно это заметно по оксиду углерода. Вот если у нас в обычные дни оксид углерода составляет 0,1 ПДК, то вот за эту неделю у нас оксид углерода увеличится в 6 раз и составляет 0,6-0,7 ПДК. Но за все это время ПДК не превышен ни разу. Хотя новосибирцы во всех соцсетях делятся фотографиями, на которых города не видно. Нет ничего противоречивого в том, что горожане невооруженным глазом видят вредные вещества в воздухе, а санитары-эпидемиологи не видят и вооруженным. Дело в том, что несколько лет назад в России официально ввели новые нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ. Таких как формардегид, диоксид азота, а метилмеркаптан, хорошо знакомый всем нам по запаху, это отдушка в газовых трубах, стал официально по нормативам безопаснее в 60 раз. Оптимисты ищут в обширном антициклоне плюсы. Стало гораздо меньше мошек и комаров. Пессимисты ждут всплеска легочных заболеваний и не собирают грибы, боятся накопленной в них химии. Погода тем временем дает передышку, но синоптики говорят, дожди ненадолго. Сергей Толмачев, Екатерина Тихомирова, Дмитрий Злобин, Алексей Зубила. Новости ОТС. Добавлю, что в Красноярском крае, где бушуют пожары, работают десантники новосибирской авиалесоохраны. По прогнозам, в ближайшие дни там пройдут дожди, но уже завтра поднимут в воздух борт для вызова искусственных осадков. В нашем регионе лесных пожаров нет, обстановку контролируют лесопожарные службы, мониторинг ведут со спутников из космоса. Владимир Путин подписал указ о развитии синфротронных исследований. За три месяца федеральное правительство должно разработать научно-техническую программу исследований, одним из главных пунктов которой станет строительство сибирского кольцевого источника фотонов — СКИФ. Эксперименты на нем начнут уже в 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта — 37 миллиардов рублей. СКИФ позволит не только проводить исследования в фундаментальной науке, но и будет иметь прикладное применение — лечить раковые опухоли, стерилизовать медицинскую одежду и даже продлевать срок хранения консервов. Уже есть несколько заявок на сотрудничество от зарубежных партнеров. Новосибирская область принимает четвертый всероссийский фестиваль дворового спорта. Всего на соревнования приехало около 450 спортсменов из 20 регионов, которым предстоит выявить лучших в семи видах спорта. И, конечно, в общем зачете определится самый спортивный регион России. Торжественная церемония открытия фестиваля в эти минуты завершается в концертном зале имени КАЦА. Там работает мой коллега Александр Шурудила. Александр, добрый вечер, вам слово. Да, Иван, добрый вечер. Действительно значимое масштабное событие для Новосибирской области, да и для всей страны в плане развития детского спорта происходит сейчас в нашем регионе. Со сцены участников и гостей фестиваля приветствовали легендарные для Новосибирской области спортсмены, губернатор Андрей Травников и, конечно же, куратор всероссийского проекта «Детский спорт» Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская чемпионка как раз поделилась своим мнением о том, как развивается фестиваль дворового спорта. Напомню, что это уже четвертые всероссийские соревнования, которые проходят в нашей стране с 2016 года. Самое, наверное, главное то, что каждый регион по-своему решает эту задачу. Не то, что мы сверху спустили какие-то директивы. У каждого региона есть свои очень инициативные, интересные люди. Вы видели здесь и Александр Карелин. У нас Дима Пирог, у нас попечительский совет этого всего направления возглавляет Вячеслав Александрович Фетисов. А, наверное, потому что мы все чемпионы, вышли из двора. И для нас это возвращение вот тех традиций, это очень важно. Помимо непосредственно торжественной церемонии, также были награждены лучшие дворовые тренеры со всей страны. Всего 19 человек. Трое из них как раз представляют хозяев Новосибирскую область. Сам фестиваль дворового спорта в Новосибирской области стартовал с самого утра первыми соревнованиями. На площадке вышли футболисты, волейболисты и баскетболисты. Ведь в этих видах прошли матчи в подгруппах, а решающие поединки состоятся уже завтра. Кроме того, в индивидуальных дисциплинах юноши подтягивались, а девушки, соответственно, отжимались. Сборная нашей области дважды подряд становилась победителем общего зачета. Было это на турнирах в Ярославле и Самаре, соответственно. И во многом благодаря спортивным результатам Новосибирская область как раз и получила право проведения фестиваля в этом году. О значимости проведения столь масштабных и ярких детских соревнований в нашем регионе как раз рассказал губернатор Андрей Травников. Дворовый спорт активно развивается в Новосибирской области, во-первых. Во-вторых, наша команда успешно выступала на предыдущих фестивалях и в Самаре, и в Ярославле. И поэтому, с одной стороны, приятно нам принимать гостей из других регионов. Приехало 450 ребят. Если мы говорим о направлении дворовый спорт, нужно найти тренера общественника, нужно его привлечь, нужно, возможно, провести переговоры с бизнесом для того, чтобы получить финансовую поддержку для развития этого направления. И очень здорово, что вот есть такие активные люди, общественники, я не назову это политической деятельностью, это настоящая общественная деятельность, за то, что они берутся за вот этот проект, за развитие направления, которое позволяет детям активно развиваться, активно отдыхать, и в том числе участвовать в таких замечательных соревнованиях в фестивалях. Как всегда, сборная Новосибирской области является одним из фаворитов. Сами участники и тренеры называют главным конкурентом команду Алтайского края. Уже завтра ребята вновь приступят к соревнованиям. Начнут с утренней зарядки с олимпийскими чемпионами. Ну а завершится турнир церемонией закрытия и награждением победителей на стадионе Сепсельмаш. Все это начнется уже в 15.00 в субботу. Иван. Спасибо. С церемонией открытия 4-го Всероссийского фестиваля дворового спорта Александр Шурудила. В Сузунском районе 10-летний мальчик решил набрать ягод и потерялся в лесу. Искать ребенка вышли односельчане, спасатели и полицейские. Масштабная поисковая операция началась накануне в половине девятого вечера. До этого родители и соседи пытались найти пропавшего своими силами, но безуспешно. Известно было немного. Ребенок вместе с отцом еще с утра отправился пасти скот вблизи села Мышланка. В какой-то момент мужчина задремал, а когда проснулся, сына уже не было рядом. Прочесывать лес отправились спасатели МЧС, полицейские, волонтеры, работники местной администрации. Почти 40 человек. Спустя час поиски дали плоды. Живого и невредимого мальчика нашли на Синакосе в 5 километрах от деревни. Оказалось, что ребенок решил покататься на лошади в лесу, затем спешился, чтобы набрать ягод и так увлекся, что не заметил, как конь ускакал. Отремонтировать детские поликлиники и больницы, закупить новое оборудование, установить игровые зоны. Эти и другие мероприятия предусматривает новый проект по развитию детского здравоохранения. Самый главный показатель, которому область должна прийти по завершению программы, это снижение младенческой смертности. Кроме того, внедряют принципы бережливого производства. О том, как нововведения оценивают юные пациенты и их родители, расскажет Наталья Цопина. В портфеле канцелярия готовы, о будущей школе знает практически все, и сложных уроков Павел не боится. Я умею читать, читать достаю больше. Сейчас будущий первоклассник проходит плановый осмотр перед школой. Семья многодетная. Мама Елена отмечает, поликлиника меняется на глазах. Меняется в лучшую сторону. Рады за новое помещение, потому что стало намного лучше. По сравнению с предыдущим, которое было раньше, новые кабинеты, есть новые специалисты даже. Меняется коллектив, улучшается обслуживание, может записаться через электронную очередь. Это очень радует. Детская поликлиника в городе Опь новая, но далеко не все соответствует стандартам бережливых технологий. Новое оборудование скоро приобретут, ремонт уже идет. Например, построили колясочную. Это намного удобнее, чем оставить на улице ее, погода плохая, дождь или зимой, когда снег идет. Намного лучше, когда есть такая вот колясочная. Тем более она большая, здесь очень много детей помещается за раз. Впереди работы много. Как оптимизировать процессы, медики решают сообща. В комнате обея. В переводе с японского «большое помещение». Напоминает военный штаб. Карты, доски, графики. Здесь контрольные точки проекта, описание сложности, ход реализации. Выполняют картирование. Контролирует процесс с точностью до секунды. Зашел и сразу с секундомером за ним идет человек. Вот он подошел в регистратуру, сколько он там был, пока получал, чего-то там расписывался. Каждый процесс записывается и записывается, сколько он времени на это потратил. Затем ищут те моменты, которые нужно исключить из вот этого всего, чтобы оптимизировать, чтобы сократить срок пребывания пациента и сделать максимально удобным для него нахождение в поликлинике. Если какой-то предмет не стоит на своем месте, то появляется красный сигнал, что этого предмета нет и он должен здесь появиться. Соответственно, когда он встает на месте, он закрывает этот раздражающий сигнал и работать становится комфортно. Врач-педиатр Ирина Качесова знает о бережливом производстве немало. Новосибирская детская поликлиника номер 6 уже опытный участник проекта. И этот кабинет один из первых претерпел изменения. За два года в медучреждении полностью перекроили работу регистратуры. Теперь здесь нет окошек, не отвлекает телефон, появился колл-центр. За медицинскую документацию также отвечает специалист картохранилища. Разделили потоки больных и здоровых детей. Показывают фотографии, как было до проекта и как сейчас. Сейчас впечатляют и цифры. Во-первых, по времени дозвона в три раза уменьшалось. Во-вторых, по записи. То есть раньше еще в чем очередь была. Вот я пришел, я хочу, и начинается между, плюсом и так далее. И сейчас 30 до 70 процентов это по записи. Ну, я думаю, мы прям 90 к 100 будем идти. Сейчас ремонт идет в 44 детских поликлиниках региона. К концу года они завершат переход на новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи. Одну работу регистратуры можно разбирать и как со звонками, с работой на окне, работой в картохранилище. Там столько процессов, которые можно улучшать, сокращать время протекания этих процессов, улучшать удовлетворенность обслуживания пациентов в этих направлениях. Поэтому нет предела совершенству, и поликлиники продолжают работать. Основную работу в детских поликлиниках должны завершить к концу 2021 года. Наталья Цопина, Николай Лещев, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Через месяц-полтора мы ее запустим в тестовом режиме. Она войдет в отопительный сезон в штатном режиме. Хорошая ярмарка, только конфет мало и мяса много. Разница с мультфильмом в том, что в книге очень сложно прописать все эмоции, речь героя, какие-то его особенности, которые будут на экране выглядеть смешно или грустно. Но я стараюсь над этим работать. Когда красивого вида из окна недостаточно, жители микрорайона Сибирский исполнили мечту о доме на берегу моря. Но на этом плюсы закончились. Вместе с легким бризом обского водохранилища на поселенцев нахлынули коммунальные проблемы. Отсутствие детсадов и школ, уличного освещения, а также опасное соседство с заброшенными недостроями. Подробнее в сюжете Александра Попова. Микрорайон Сибирский в поселке Голубой залив рекламировали как уютный жилмассив у моря. Но для застройщика он очень быстро перестал быть перспективным. Развитие застопорилось, недострои бросили. Живем как в Брестской крепости. Со всех сторон стройка. Дети лазят, все без присмотра, все валится, все рушится. Где-то слышно, что стена рушится, потому что дождь бежит, кирпичи ломаются, обрушиваются стены. Проблема даже не в звуках, а в том, что территория огорожена лишь частично. И местные детвора больше времени проводят, как они говорят, в заброшках, нежели на детских площадках. Я много через дверь залазил. Ну, там есть немного чего-то поломанного. Опасности здесь подстерегают повсюду. Начиная со ржавой лестницы, стены, прочность которых оставляет желать лучшего. Куча строительного мусора, отсутствующая крыша. Все это как магнит притягивает местную детвору. А это еще одно место для детских игр, пряток и игр в войну. Как и на передовой, здесь есть и рвы, и свои ощетинившиеся арматуры ежи. Правда, не противотанковые. Здесь у нас котлован. Что здесь планировалось, не знаю. Но сейчас сюда сваливают мусор, а зимой снимают несколько пролетов и сюда счищают снег. И дети пытаются прыгать здесь. Здесь же получается как яма. Все очень красиво. С торчащей арматуру дети могут спокойно налететь. И расположено это не в отдалении, а прямо среди жилых кварталов микрорайона. При отсутствии уличного освещения вечерами здесь можно постапокалиптические фильмы снимать. И мало того, что у нас вот такие вот стоят недостроенные ямы, еще здесь света нет. Вот такие вот, в таких условиях мы проживаем. Многочисленные просьбы, жалобы пока не увенчались успехом. Единственный вразумительный ответ, что продолжать строительство компания не намерена. Огородить звонили, да, писали. Ну, никаких вот, вот на полчаса назад перед вашим приездом, вот заделали вот эти четыре дырочки, скажем так. Деда Николаевичу лучше бегать здесь. С этой стороны все заграждено, родители не видят, прошли. При отсутствии нормального ограждения для почти десятка недостроев забитые окна проблему не решат. Жители Сибирского надеются, что забор все-таки когда-нибудь появится. А вот сам застройщик концерн «Сибирь» комментировать ситуацию для нашей телекомпании отказался. Александр Попов, Андрей Дулепов, новости ОТС. Шесть лет без газа. В доме отдыха «Обские зори» этой зимой, наконец, запустят газовую котельную. Это должно было случиться раньше, но после передачи объекта муниципалитету обнаружились проблемы. Во время строительства не оформили необходимые документы. Тему продолжит Андрей Баев. В 2013 году дом отдыха «Обские зори» перешел на баланс в мэрии Новосибирска. В бюджете нашли деньги на ремонт корпусов, заменили оборудование, обновили зоны отдыха. Начали принимать первых посетителей. А вот запустить новую котельную не удалось. Когда мы начали заниматься котельной, оказалось, что не вся разрешительная документация была приведена в соответствие. Поэтому два года мы занимались согласованиями, соответствиями, переработкой проекта, утверждением этого проекта. После этого были изменены некоторые конструктивные характеристики. Помещение отапливали старой котельной. Работу в оздоровительном центре не прекращали. Сотни пенсионеров смогли отдохнуть и поправить здоровье. Очень много пенсионеров с болезнями опорно-двигательного аппарата, то есть это суставы. Им необходимы реабилитационные мероприятия, им необходима медицинское обслуживание, им необходима работа специалистов, начиная от реабилитологов и заканчивая психологами. На решение проблем с отоплением потратили 6 лет. За это время объект оснастили современным оборудованием и сегодня передали управляющей компании. Зимой газовая котельная должна начать работу. Через месяц-полтора мы ее запустим в тестовом режиме, прокрутим по максимальному до начала отопительного. И чтобы к началу отопительного, если какие-то мелкие замечания или вообще без замечания, она войдет в отопительный сезон в штатном режиме. После запуска газовой котельной руководство планирует построить водонапорную башню, чтобы порадовать посетителей новыми процедурами. В проекте грязевые ванны и гидромассаж. Андрей Баев, Юрий Мясников, Алексей Баженов. Новости ОТС. В Калининском районе Новосибирска открылась областная социальная ярмарка. Она проходит в рамках стартовавшей в регионе недели торговли. Традиционно на ярмарке можно купить товары по ценам ниже, чем в магазинах. А кроме того, для посетителей провели дегустацию продукции местных производителей. Рута Келлер продолжит тему. На плите готовится сыр. И хотя делали его по греческому рецепту, получился он абсолютно сибирским. Ведь сыроделы из мочища. И так с каждым товаром. На социальной ярмарке представлены продукты исключительно областных производителей. Голова нехорошо поторгивает? Ну, неплохо. Мы первый раз там в городе, мы не знали, как и что. Здесь уже подготовлены и приехали. Такой формат, говорят специалисты, отличный старт для тех, кто знает, как производить, но не умеет торговать. Например, сегодня Оксана Пастух уже не стесняясь рекламирует свою продукцию. Продукция из свиного шпика. Да, то есть сало соленое, копченое, грудинка, опять же соленое, копченое в разных специях. То есть из этого ассортимента делаем. Там перекрученный шпик был, уже подразобрали. Приятный бонус для покупателей – цены. Дело в том, что продавцам не нужно оплачивать аренду, охрану, коммунальные счета. Поэтому на ярмарке продукты дешевле. А вот качество, независимо от места торговли, остается на высшем уровне. Именно это сейчас и приветствуется. Чтобы никаким химиям, бадам не отдавать внимания, а именно кушать натуральные продукты и очищаться, худеть и лечиться одновременно. Об успехе говорят и цифры. За полгода работы товарооборот в Калининской ярмарке вырос на 18%. Самый основной показатель – это не денежный, мне кажется. Это все-таки востребованность продуктов местных товаропроизводителей и возможность жителей города Новосибирска купить продукцию по ценам намного ниже. Хорошая ярмарка, только конфет мало и мяса много. Для сладкоежек здесь найдется десерт – зефир от берских производителей. Удивят рыбные деликатесы. Можно попробовать настоящее молоко из купина, пельмени из сузуна. Главное – все под знаком качества и с хэштегом «Сделано у нас». Рута Келлер, Алексей Погодин. Новости ОТС. От прыжков в тандеме до купольной акробатики. Сегодня в России отмечают День парашютиста. Правда, несмотря на то, что праздника уже почти 90 лет, он все еще не имеет официального статуса. Как правильно уложить парашют и что делать, если в полете подвел инвентарь, выясняла Екатерина Стывко. Мы находимся в вертолете Ми-8. Высота 1800 метров. Сейчас прыгают профессиональные парашютисты, отрабатывая элементы купольной акробатики. Как рассказывают сами спортсмены, сегодня свой профессиональный праздник пришел для них лучший подарок. Погода сегодня явно не на стороне парашютистов. Дождь, смог, плохая видимость. Но ради дозы адреналина спортсмены раз за разом готовы подниматься в небо. 20 секунд свободного падения, 3 минуты спуска. В полете всего несколько минут, а подготовка к нему занимает не один час. Сначала проверка инвентаря. Основной парашют собирают сами, а вот за запасной отвечает специалист. Михаил Скрябин как раз занимается переукладкой. Процедуру повторяет каждые полгода. Чтобы он был безотказным, его нужно периодически переукладывать, потому что он слеживается, ткань имеет такое свойство. Выкладывается в ранец тандем, в верхнюю часть, а снизу находится основной. Современные электронные ранцы с датчиками высоты могут сами определить, когда пора выпускать запаску. Но новичков все равно учат ручному управлению. На таких вот тренажерах. До самостоятельного прыжка допускают только хорошистов и отличников со специальными парашютами, которые открываются в автоматическом режиме. Ксения Машанова этот этап давно прошла. В 19 лет за ее плечами уже 65 прыжков. Сегодня отрабатывает точность приземления. Рассказывает свой первый полет не забудет никогда. Прыгнула с закрытыми глазами, забыла считать. Я открываю глаза, у меня над головой купол и ноги висят. Я вижу там поле, меня вот так покачивает, деревья маленькие. И у меня прям такой адреналин был. Парашютный спорт в нашем регионе набирает популярность. Например, в прошлом году на аэродроме Мачище свой первый прыжок сделали около 1200 человек. Правда, на самостоятельный полет решились не все. 40% предпочли тандем с инструктором. Но в спорте остаются и вовсе единицы, признаются инструкторы. В данный момент это все, конечно, ложится на плечи самого парашютиста, спортсмена. Кто как хочет развиваться, тот так себя и вкладывает. Поддержка и властей нужна, и аэроклуба, и частных организаций. Новосибирские парашютисты совсем скоро покажут свое мастерство на празднике авиации в это воскресенье. Екатерина Стывко, Алексей Зубила, Новости ОТС. Сказка ложь, да в ней намек. Новосибирский писатель прочитал свое произведение об истинных добрых молодцах в областной больнице. «Братья по стилю» – история о приключениях зверят-хаквандистов, которые отправились в летний лагерь. Полный тайн, загадок и легенд. Тему продолжит Екатерина Новгородцева. «Братья по стилю» – первый писательский опыт Алексея Царегородцева. Автор признается, сам пристрастился к чтению лишь в подростковом возрасте. Сейчас Алексей выпустил две книги, готовит к выходу третью, и это только начало. Все произведения – кусочки книжного сериала. Каждая новая часть – ответы на вопросы предыдущей. Писать начал два года назад благодаря сыну-тэквандисту, он же первый читатель произведения. Читает, он участвует в процессе обсуждения, ему нравится. Какие-то придумывают персонажи, пытаются мне подсказать что-то в плане спорта. В каждой книге сюжет так или иначе связан со спортом. Это, по мнению автора, должно привлечь юное поколение к здоровому образу жизни. Для точности изображения персонажей и событий автор штудирует научную литературу и разбирается в сути спортивных элементов. Всего писатель планирует издать 20 книг для детей от 6 лет. Чтобы читателям было интереснее, весь текст сопровождают яркие иллюстрации. Тимофей, а тебе понравилась книга? Да. А что больше понравилось? Как кота. Как кота в плен схватили. Большие ворота встретили их в лагере. Разница с мультфильмом в том, что книге очень сложно прописать все эмоции, речь героя, какие-то его особенности, которые будут на экране выглядеть смешно или грустно. Но я стараюсь над этим работать. Свои книги Алексей читает в школах и детских секциях. В этот раз представил произведение маленьким пациентам областной больницы. И хотя в магазинах книг пока нет, среди интернет-пользователей братья по стилю стремительно набирают популярность. Книги заказывают из других городов, в основном для детских спортивных школ. Некоторые экземпляры уехали в США и Францию. Книги даже выставили в музее Тэквондо в Корее. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, Новость ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Новости ОТС. Новости ОТС. Температура воздуха в воскресенье плюс 24-26, в понедельник плюс 25-27. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Хороших выходных. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!